824 и вот подошло прокаженные кланяясь ему сказал господи если хочешь можешь меня очистить иисус простершу руку коснулся его сказал хочу очистить и он тотчас очистился от проказа иисус говорит ему никому не сказывай но пойди покажи себя священнику и принеси дар какой повелел Моишель и Моисей во свидетельство им мудрецы Талмуда в своем большинстве старались отдаляться от прокаженных насколько это вообще возможно Медраж Вайкра Рабалина Левит 16.7 говорит вот учение о прокаженном это как сказано об Иове пусть восстанет до неба величие его и голова его достанет облако как помет он сгинет навеки и те кто видел его скажут где он точно так же как помет отвратителен так и прокаженный отвратителен те кто видел его скажут где он те кто видел его не узнает его как написано об Иове и поднял глаза свои издали и они не узнали его Раби Йоханнан говорит запрещено приближаться с подветренной стороны к прокаженному на расстояние ближе чем 4 аммы 1 аммы это около полуметра то есть запрещено приближаться с подветренной стороны на расстоянии меньше двух метров Раби Шимон ужесточает и говорит что даже до 100 аммот до 50 метров то есть мы видим есть различные мнения но суть состоит в том что собственно ничего нового порядке очищения мы читаем многое из книги левит запрещено приближаться к прокаженному даже на какое-то близкое расстояние Раби Амми и Раби Асай не заходили на улицу мы читаем опять на которой живет прокаженный Раби Шимон бен Лахиш когда встречал прокаженного в городе гнал его и бросал в него камни говоря убирайся на свое место и не заражай другие создания таким образом прокаженный оказывался полностью отвергнутым от всякой общинной жизни и сама ситуация при которой он может обратиться крови на учителю да еще окруженному толпу или более чем неординарное вполне возможно предположить что обратиться к Иисусу прокаженного потокнуло то о чем говорит Матфей в конце предыдущей главы ведь он учил их как обладающей властью а не как книжники и фарисеи то есть согласно принятой традиции основанной на конкретном понимании буквальном тора мы говорили с вами что есть еще медатхасидут то есть более расширенное понимание тора когда ты учишь не согласно букве а согласно нравственным признакам так вот согласно букве никто не мог но согласно более расширенному можно было и когда вдруг замечают евангелисты что Иисус учит как власть имеющие или как учащие слово они как книжники фарисеев то вполне возможно понимая этот текст именно таким образом прокаженный каким-то образом приближается очень трудно представить как это было практически потому что прокаженного было выздано издалека мы знаем что прокаженный должен был кричать нечист нечистый если кто-нибудь к нему прикоснулся он бы становился не нечистым но так или иначе он каким-то образом подходит ему может быть он скрыл следы проказа хотя сегодня все утверждают что это не было проказов в нашем понимании этого слова царя это болезнь болезнь кожная которая как позднее читали наши учителя она была вызвана духовной нечистотой но вот на тот момент вот как бы нам достаточно того что он все-таки каким-то образом пробился я может быть скажу несколько слов о понимании проказы средние века среди еврейских мудрецов возник спор о природе этой болезни и соответственно об участии первосвященника в ее исцеление а мы знаем кстати говоря из 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 торы что священник должен был использовать обряд при очищении очищенного прокаженного когда из брались две птицы одна должна была умереть другую макали в кровь и должны были помазать руку и ногу и этого очищенного кстати абсолютно тот же самый процесс ритуально делался и над первосвященником что говорила о нелицеприятии бога и как бы указывал на то что что первосвященник что прокаженные у меня у господа бога проходит по одной категории и так приносилось четыре различных вида жертв и несмотря на такое детальное описание как очищать проказы моисей никогда не мог этого использовать потому что в его случае не было зарегистрировано ни одного случая проказы или исцеления когда ну мирьям другая категория когда был дан уже закон и после дарования закона подчеркивай после дарования закона кто-нибудь бы исцелялся от проказы из евреев поэтому евреи считали это абсолютно мессианским чудом и когда об исцелении прокаженного мы здесь читаем а они используют слова интересно которые говорят о том что он был вот слово которое то есть что он был настолько покрыт проказа что жить ему оставалось уже совершенно недолго то естественно это был вопрос который очень серьезно обсуждался в иудаизме еврестве вообще все ритуальная чистота вернувшись к тому как обсуждали уже средневековые ученые я хочу может быть несколько цитат ральбак считал что проказа это обычная болезнь которая требует лечения подобно обычной болезни врач должен лечить ее лекарством по мнению и функции осветилась тому священников потому чтобы только засвидетельствовать об ее исцелении другой еврейский ученый абарбанель считал что проказа это не болезнь а особенное сверхъестественное поражение человека которое наказывается свыше за за конкретную за конкретный грех злоречивость и соответственно для исцеления необходимо было покаяние и жертву большинство еврейских мудрецов разделяли эту позицию абарбанель а арабий шмуэль яфы разделял проказу распространенную среди язычников и проказу которая поражает народ израиля по его мнению первое имеет природный характер и соответственно должна лечиться медикаментозно вторая же есть наказание всевышнего и исцеление от нее происходит через покаяние и приближение к всевышнему очень показательный элемент естественно раввины в средние века они читали новозаветные тексты поэтому когда ссылка есть на сирийца наимана или верного наиман это верный как довод в исцелении проказы они говорят ничего удивительного нету потому что проказа среди язычников есть результат просто обыкновенной болезни и надо лечить медикаментозно и естественно никакого чуда иисус не делал в то время как проказа среди евреев есть вещь духовная и никто кроме настоящего мессии ничего не может сделать для мудрецов же эпохи второго храма да и вообще для обычного читателя той эпохи проказа была безусловно сверхъестественной болезнью которая требует сверхъестественного чудесного исцеления проказа согласно мнению мудрецов талмуда поражает человека в наказание за злое за и че сначала поражая дом потом одежду а потом затем и самого прокаженную далее мы видим чудо хочу говорит иисус будь очищен и проказа удалена с него не просто исцеление очищение то есть по сути своей происходит ведь тот же который пришел он знал по крайней мере это было распространенное мнение что проказа в дается в наказание за грехи и когда он приходит говорит если можешь очисти меня имея ввиду если можешь прости мне мои грехи и иисус как бы завуалированно прощает человеку грехи то есть отмену божьего наказание за грех и иисус ему говорит смотри не рассказывай не кому человек должен быть достаточен в своей вере без того чтобы искать подкрепление своей веры у кого-то и один небольшой рассказ еврейских раввинистических рассказах широко присутствует бродячий сюжет подтверждающий вот такое восприятие слов ешуа чтобы никто не позавидовал и никто не хотел бы последовать твоему примеру а известно что если придешь и произнесет определенные слова то ты будешь исцелен и вот этот достаточно красивый с моей точки зрения рассказ одна женщина спрашивает у праведника чудотворца как ваша матушка удостоилась такого сына праведник ответил она подарила праведнику своего поколения роскошную одежду тогда женщина сказала я тут же отправлюсь и куплю тебе много дорогих одежд это не поможет ответил праведник ведь моя матушка в отличие от тебя не знала этого рассказа легко повторить чьё-то но когда это повторение это уже не ожидание чудо которое без сомнения было с этим человеком он зная думая что проказа проказа или проказа или кожное заболевание дается в наказание за грехи естественно не мог к нему прийти не думая о покаянии и когда он слышит слова иисуса что прощается тебе грехи твои фактически это то что значит иди очистить он принимает это все на веру когда мы знаем как работают эти парадигмы то это уже не совсем вера и пойди покажи священнику в свидетельство им принеси дар какой предписал моисей свидетельство очищения было необходимо для принесения жертвы то есть если ты не был очищен ты не можешь принять принести жертву не принеся жертву и не с тебя не снимается обвинение в проказе то есть ты можешь быть чистым уже очищенным но до того как первосвященник или священники освидетельствуют ты не можешь быть в привилегии принести жертву большинство первосвященников то время принадлежала к течению саддукеев мы говорили с вами что все что там были среди них и саддукеи и фарисеи так вот согласно первосвященнической саддукейской традиции прокаженный человек вообще приравнивался к мертвецу не было никакого отличия о таком подходе рассказывает талмуд четверо считается мертвыми слепой прокаженный растративший свое имущество и потерявший своих детей еще раз слепой прокаженный растративший свое имущество и потерявший своих детей потом когда иисус исцеляет слепорожденного и задается вопрос кто согрешил он или его родители он считается как мертвый это было одно из мессианских чудес потому что никто никогда не открывал глаза слепорожденного как и прокаженный такой человек считался мертвым потому что он считалось несет на себе некие грехи буквально генетически в нем укорененные известно также саддукеи отрицали воскресение мертвых если взять рассмотрение обытия для саддукеев то можно предположить что это матфея его читателей свидетельство первосвященником это прежде всего свидетельство возможности воскресения из мертвых если мы разделим скажем все верования того времени на две большие категории то к ним можно отнести верование саддукеев или цедуким который теоретически должны происходить от садока или цадок или праведник но евреи это была ассоциация садок или ксдока садока это была трещина и они пошучивали они говорили там что сдукин сдукин это те которые трещину в народе израиля фарисеи пользовались более лестной но схожей репутацией они были прушим или фарисеи и толкователя но ли фарес обозначало также разделять то есть и тех и других в каком-то какой-то степени объединяло отношения совсем простого народа как разделители вот разделители они конечно использовали этот термин в свою очередь как показывал что они разделяли писание пытаясь его толковать но если например надо было подчеркнуть основные отличия которые были между садукеями и фарисеями то садукеи верили в то что божье слово бога вдохновенно и только написанное а фарисеи верили что не только написанное но еще и устная но дополнение к этому фарисеи верили в ангелов а садукеи и нет и фарисеи еще веровали воскресения из мертвых а садукеи нет поэтому здесь когда Да, большинство священников из Саддукеев, иди и покажи им, во-первых, цель, иначе ты не можешь быть очищенным, а во-вторых, иди покажи им, что в принципе это был достаточно изящный намек, что возможно воскресение из мертвых. То есть ты был мертвым, а теперь жив. И мне кажется, это достаточно интересно. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему, слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Молитва – это не есть список прошения Господу Богу. Согласно еврейскому представлению, молитва – это некий процесс, который готовит твою душу к тому, чтобы ты мог принимать любой ответ от Господа Бога. То есть в молитве важен не результат молитвы. Говорят, что молитесь и получите. И ошибочно считается в христианской традиции, что результатом молитвы есть ответ Господа на запрашиваемое моральное, душевное или физическое благо. Это совсем не так в еврейской традиции. В еврейской традиции молитва есть процесс, стоимость или ценность которого в самом процессе. То есть в процессе молитвы человек смиряется, полагается на Господа Бога. В этом случае любой ответ «да» или «нет» не имеет значения. А важно, что душа приходит в состояние, когда это будет воля твоя, а не моя. Теперь Иисус не то чтобы отказывает кому-то в исцелении. Я хочу, чтобы мы поняли еще какую вещь. Иисус никогда не исцеляет с условием, типа я вас исцелю, а вы за это веруете в меня. Это никогда не было целью Иисуса. Классическим примером является то, о чем мы будем говорить потом, исцеление десяти прокаженных. Когда к нему возвращается лишь один из десяти, все девять не вернулись. Причем если мы предположим, что Иисус не просто человек, но еще и Бог, что так оно и есть, то естественно он знал, что девять никогда не вернутся к нему, и он мог бы обусловить их исцеление. Вот я вас исцелю, но вы послушаете благую вещь, он ничего подобного не делает. Иисус не мог не исцелять. Это была его функция, как любящего человека. Наше отношение к людям, я позволю себе немножко отпроповедовать сейчас, наше отношение к людям не должно диктоваться, будут ли они слушать благую вещь или нет. Это вообще не вопрос. Мы исцеляем людей, мы помогаем людям, мы творим добро, потому что мы не можем не творить добро. Если он при этом уверует, будет замечательно. Если нет, мы не перестанем творить добро, не обуславливая приход исцеления, в данном случае Иисусом, приходом людей ко спасению. Люди приходили к нему врачеваться от болезней своих, и Иисус исцелял их. Предположить, что каждый, кто к нему приходил, уверовал в него, это неправда. Ничего Библия по этому поводу не говорит. Иисусу необходимо было в этом состоянии, как человеку молиться. Бог не нуждается в молитве. Богу не надо молиться. Люди молятся Богу, но Бог сам не должен молиться. То есть Иисус, есть некое таинство, которое представляет собой даже не компиляцию, о сосуществовании Бога и человека в двух личностях. В одной личности, это вопрос таинственный, но вот есть Бог, есть человек. Бог Иисус не молится, он сам есть дух. А человек Иисус молится. И он постоянно молится, потому что он пребывает среди людей, он видит их неверение, он страдает, он боится, он переживает. Это человек, и он нуждается в постоянном поддерживании своей души на максимально высоком уровне. Поэтому он исцеляет людей, он врачует людей, он кормит людей, он помогает людям, он видит их грех, и он постоянно удаляется в пустынное место, и он молится, когда к нему стекается огромное количество людей. Это, я считаю, хороший пример для нас. Тем более, когда мы работаем, служим людям. И вот постоянное удаление на молитву, оно готовит нашу душу не просто для правильной жизни, а для служения другим людям. Субтитры создавал DimaTorzok